Хотел бы поговорить с вами о Еленовке. Прошла уже целая неделя, а представители, в том числе международных организаций, не могут получить доступ к месту трагедии. Российская сторона так и не передала официальных списков погибших и раненых. Почему все это происходит? Они пытаются тянуть время и просто заметают следы? Вы понимаете как? Они не пустят никого. Они не пустят, потому что нет цели расследовать. Главное говорить об этом. Они же обратились сами. Давайте мы обратились к ООН. Хотим, чтобы расследование было проведено с участием Красного Креста и так далее. А ничего после этого не происходит. Понимаете, как работает эта машина? Главное сказать, а потом ссылаться. Ну мы же обращались к тому, чтобы провести. Так мы же хотели прислать. Нет, ну погодите, а мы же обращались. И вот такая игра в дурака, она может длиться бесконечно. Ну совершенно же очевидно, что они взорвали сами помещение в Еленовке. Не погибли никто из персонала и так далее. Для меня это совершенно очевидно. Для всех это очевидно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что полноценное расследование, оно же легко установит этот факт. Что не было никакого обстрела, никакими ракетами. Более того, я думаю, я просто убежден, что американцы, которые каждый сантиметр территории просматривают со спутников, другими средствами радиоразведки, они в конечном итоге, вот они сейчас помалкивают, да, они достанут спутник, выяснят, все, хватит, уже надоело это все. Вот, смотрите, никаких запусков не было. Взрыв был, так сказать, местный. То есть, ну вот, ну все, все. И все равно даже после этого будут разговоры, они будут визжать про то, что, значит, нет, нет, это все равно бандеровцы убили своих же. Понимаете? Это просто такая игра. Это циничная такая, спокойная, неторопливая игра. Да, значит, у Райкина отличная интермедиа по этому поводу, а вы, говорит, отвечайте, что мы куриц грузим, а хотя там эти, им, что там, запчасти собирались отгрузить. И вот так вот в этого дурака можно бесконечно играть. Тянуть, забалтывать, превращать все в фарс. И в конечном итоге, когда выйдет время, потеряется актуальность, а как-то я охотно верю, что завтра еще 100 Еленовых может произойти, то уже как бы об этом и забудется. И можно из этого хаоса информации, значит, потом апеллировать только к удобным для вас источникам. Говоря, мы предлагали, но вы отказали. Знаете, как Путин с отравлением Навального? Ну, мы же просили, дайте нам данные. Он говорит, ну погодите, причем тут данные? Мы вам говорим, что вот образцы, которые подтвердили наличие новичка. Ну и так далее. Вот эта вот бесконечная история, она так и здесь будет продолжаться. Чтобы потом в памяти осталось, что мы-то вот обращались, а вы же не пустили. А мы обращались, а вы не пустили. И так до бесконечности. Но вот по вашему мнению, международные организации, вот руководство разных стран достаточно реагируют на эту трагедию? Или только выражают обеспокоенность? Нет, ну смотрите, во-первых, никто иллюзии не питает. Вот Макрон уже позвонил даже Зеленскому. И согласился, что да, это сделали русские. То есть это сделала Москва, они взорвали политвоенопленных. Что касается реакции самого Гутерреша и ООН. Ну так они с себя ответственность сняли. Смотрите, они сейчас изображают, как будто они не были гарантами спасения жизни вот этих пленных Азов-Стали. Но они же ничего не делают. Они тоже изображают. Но по другим причинам, мотив другой. Чтобы не принимать на себя ответственность. Не они же взорвали, не он же взорвал, понимаете? Но как-то отвечать за это, ну как-то вот не очень комфортно им от этого. И поэтому они больше помалкивают. Все остальные, ну как? Знаете, я думаю, что в разговоре говорят, ну что они сделают там? Вот они звонят Зеленскому, говорят, ну Володь, ну что ты тут сделаешь? Ну ты же понимаешь, ну война, ну тут 50, там 50. Сделать же ничего невозможно, только победить. Вот все. Я думаю, поэтому, понимаете, даже упрекать сложно. А что надо еще сделать? Наверное, каким-то образом это отразится на позиции этих стран, на санкциях, на поставках оружия. Безусловно, я думаю, это отразится. Но с точки зрения что-то сделать в этой ситуации, вот тут с этим, мне кажется, совсем скромно все выглядит. И возможностей очень немногих.